Друзья, всем привет, с вами Макс и вы находитесь на канале Keep Going. И сегодня продолжаются мои исследования Лос-Анджелеса, его районов. И я приехал в новый район, о котором хочу вам рассказать, и он называется Плея Виста. Плея Виста это очень необычный район, расскажу я о его особенностях, но сначала покажу вам на карте, где он находится, поэтому пошлите в гугл карту. Итак, Плея Виста это вот этот вот район, Плея Виста, видите, появляется. На самом деле он очень небольшой, он такой узкий и длинный, вытянутый. То есть, грубо говоря, это одна большая улица, от которой отходят уже маленькие дополнительные улицы, на которых базируются жилые дома. То есть это небольшой район, но очень необычный и очень прикольный. Сейчас мы в этом и убедимся, так что погнали смотреть. Так, я уже за рулем, сейчас мы немного проедемся по этому району, я вам чуть-чуть покажу его. И у него есть две большие такие особенности у этого района, что его отличают от других. Это то, что первое, раньше это вообще был какой-то район, на котором базировался завод по производству самолетов, но в 2002 году его решили сделать обычным жилым районом, да, с ресторанами, магазинами и жилыми домами. И, грубо говоря, из-за этого район получился очень новым. То есть с 2002 года он существует, грубо говоря, и поэтому постройки здесь все очень свежие и очень красивые. Видите, вот это все такие жилые, не знаю, как это, кондоли, домики. То есть очень-очень все красивое. Ну, соответственно, очень недешевое тоже. И район такой очень спокойный, приятный, классный. И из-за того, что он новый, мне кажется так, из-за того, что он новый, здесь очень много базируются IT-компаний. То есть здесь и Facebook, и YouTube, и Google, и NVIDIA. То есть очень-очень многие разные компании базируются здесь. У них есть здесь свои офисы. И сегодня, я думаю, один из них мы увидим. Я хочу поехать в YouTube. И надеюсь, что нас туда впустят внутрь. Потому что вроде как там можно заходить всем, у кого есть YouTube-каналы. Так, ну сейчас мы дальше проедемся. Проедемся на торговом центре. Покажу вам его тоже. Ну, такой приятный, классный район. Конечно, не дешевый, далеко не дешевый. Но расскажу фишку. У меня тут друг снимает тоже жилье на этом районе. Он приехал с женой и ребенком. Ему нужен был такой более-менее чистый, адекватный район. Без бомжей, без... Ну, для того, чтобы можно было вообще выйти с ребенком погулять на улице. Знаете, и все проще. И вот они выбрали этот район. Им он очень понравился. И, в принципе, ну, я понимаю почему, да? Только сняли они жилье немножко дешевле, чем оно тут стоит. Тоже расскажу почему и как. Потому что вот сейчас мы едем, грубо говоря, по такой основной улице. Там есть такая, типа, большая улица, по которой уже, типа, как фривей. И за ней еще продолжение этого же района. Но там уже все намного дешевле. Вот я вам и покажу его. Да, ну вы видите, да, как выглядят здесь дома. Вот. Они все такие более новые, аккуратные. Даже с кирпича. Что для Лос-Анджелеса это вообще большое чудо дивное. Ну и машины тут у всех хорошие. Так, вот впереди уже этот торговый центр. Но, мне кажется, я здесь не припаркуюсь. Тут, типа, такая маленькая парковка. Блин, ай, парковочка на въезде. Мне придется ехать. Ехать на основную парковку куда-то. Ладно, короче, с торговым центром немножко подождем. Там парковок нету. Не хочу я сейчас тратить время на это. А вон там сверху, это уже университет какой-то. Не помню, как он называется. Ну вот. Прямо тут рядом. Видите, он очень такой спокойный. Очень тихий. Здесь в абсолютно нету людей. То есть, я вот съехал. Ну, только с собаками гуляю. И все. Немножко отъехал там на один квартал маленький. И все. Тут уже вообще нет пешеходов. Даже как-то не по себе. Оттого, насколько тут тихо. Такие красивенные дома. Так. Сейчас мы будем еще искать офис Google. Эль Камино полетел. Короче, мне тоже повезло. Я запарковался. Вон на протидороле центра. И вот смотрите, просто какие тут машины, да, стоят. Вот. Ламба. И вот Lexus. Ой, паркуется, пацан. Я не видел. Ну и Lexus Alex это такое. Вон там BMW за четвертая. А вот Suburban. Впереди этого чувака, который сейчас паркуется. Suburban, ну, видите, он TCP-шный. То есть это Suburban таксиста какого-то. И видно, что он запаркован. То есть в машине его нету. Скорее всего, он, наверное, живет в каком-то из этих комплексов. Ну и в принципе, да, я думаю, таксист может позволить себе жить в подобном месте. Ну, если он работает стабильно и постоянно, тогда да. Если он выезжает на пару дней в неделю, тогда, конечно, нет. Ну, тут очень хорошая локация для работы, потому что очень много дорогих офисов. И, в принципе, люди тут пользуются этим такси. Ну и как мы уже знаем, в каждом своем районе есть небольшой свой, типа, такой, типа, место, где находится торговый центр, либо фудкорт. И вот тут на Playlist вот это место является таким местом. В общем, это Shake Shack, да, походу, или что, это не знаю. А не, что-то другое. Ну, тут, кстати, много чего прикольного. Есть вот разный магазин интересный. Вон там этот Скалодром, на который я ходил пару раз, прикольный. А вот тут Starbucks, вон тут Whole Foods. А Whole Foods – это большой продуктовый магазин, но его, в принципе, не строят в бедных районах. Только в местах, где люди, как бы, могут себе позволить покупать там продукты, потому что это очень недешевый магазин. И вот тут он есть. То есть это такой небольшой показатель того, что район не бедный, если тут стоит Whole Foods. Да, вот тут такие тротуары. И, кстати, вот эти тротуары деревянные, да, они похожи на те, которые в Дании. Вот в Дании, когда я жил, там вот там, в принципе, все тротуары из дерева. Там мосты, тротуары и все-все-все сделаны из дерева. Здесь очень похоже. А вот этот Скалодром. Мы сюда один раз ходили. Прикольно, в принципе, там полазить. Да, и такие вот небольшие площадки для детей. Ну, тут бесплатно, видите, настольный теннис стоит. Там этот мини-футбол настольный тоже. То есть можно просто прийти сюда, погулять, походить. Вот это, я так понимаю, это парковка, наверное, такая необычная. Вот какой-то Киантеатр. Тут даже есть свой Синема. Да, в общем, этот район, это, наверное, на 99,9 белый район. Потому что я не вижу здесь ни афроамериканцев, ни каких-то других национальностей. В основном белые американцы. Ну, или могут быть еще китайцы. Китайцы тоже, они там, это, и в IT работают. И, в принципе, деньги зарабатывают нормальные. Вот, опять пожарная машина. Только на Венесе сегодня было, она проезжала. Сейчас мы тут видим. И вон второй водитель, видите, с рулем сидит сзади. Поехали. Поехали. Куда они едут? Чего они тут катаются? Вообще без понятия. Так, и смотрите, как прикольно. Тут у многих такое есть. Вот это твоя квартира с такими панорамными окнами, и у тебя вот, видишь, личный твой вход. То есть, это такой небольшой, не знаю, пентхаус, наверное, или как это назвать. Ну, вот так вот. У каждого свой входик. Вот маленькая у него это патио типа, да? И вот так вот они живут. Потому что, получается, вот это, не знаю, это что, проходная часть какая-то, да? И автобусная остановка или что-то такое, еще не пойму. И просто, ну, тут твой вход в твой дом. Ну, как-то и прикольно, и не очень, даже не знаю. Видите, даже написано типа, частная собственность, пожалуйста, не беспокоить. Ну, в принципе, тут и прохожих особо нет, поэтому, думаю, нормально. Так, теперь я расскажу вам о ценах, да? О том, что я говорю, что у меня знакомый искал здесь себе жилье, да? И вот мы пришли, это Джефферсон бульвар, видите? Джефферсон, да? Это и есть, это самая большая улица на этом районе, она широкая, и она очень длинная, да? Туда идет и обратно. И, получается, вдоль этой улицы есть все эти дома. То есть, это как бы основная здесь улица. И прикол в чем, что все жилье, это какая-то школа, но все, что находится слева от этой улицы, все намного дешевле, чем все то, что находится справа. Потому что право, вот это, да, это типа является таким центром, где я только что ходил гулял. А все, что слева, это уже типа как окраина, не знаю, как спальный район, наверное, или что-то такое. То есть, ну смешно, потому что район сам очень узкий, буквально три квартала в ширину, и получается, что вот этот квартал, это уже он такой более коммерческий. Тут видите разные типа магазины такие большие. И поэтому жилье, в принципе, тут такое же, просто намного дешевле. С той стороны один бедрум у меня знакомый снял за две с половиной. А с этой стороны такой же один бедрум будет стоить три с половиной. То есть, вот такая разница. А живет он, по-моему, где-то вот в той стороне вот там. То есть, вот этот бульвар, да, он решает, сколько ты будешь платить. Получается, все, кто живут с этой стороны, платят больше, потому что это типа центральная часть этого района. Да, и он говорит, что он поездил по Лос-Анджелесу, когда они сюда приехали с женой. И они сначала жили в даунтауне, причем в самом центре даунтауна с ребенком, а там типа вообще на улицу не выйдешь. То есть, знаете, ты привыкаешь к своему образу жизни в своей стране, и у нас все выходят на улицу, там есть какой-то двор, где являют дети и прочее. Тут такого, в принципе, нету. И в даунтауне там вообще выходишь на улицу, там одни бомжи и прочее. Поэтому не самый лучший был вариант. Хотя в даунтауне он платил три с половиной тысячи за квартиру, и вот они переехали сюда. Ну, а здесь, конечно, уже намного приятнее. Тут, в общем, много разных IT-компаний, да, о которых я говорил. Вот большие ангары, это, по-моему, Google или что-то такое тут и находится. Не знаю, но какие-то тоже IT-компания какая-то. У них тут огромный ангар какой-то, в ней внутри прям офисы в этом ангаре. И вот тут справа находится YouTube, по-моему. Ну, тут закрытая парковка, да, вот YouTube. Ну, туда, по-моему, можно попасть. Так что сейчас поищу где припарковаться и попробую пойти внутрь. Да, в общем, это 100% здание YouTube, видите, прям написано для тупых. Ну, короче, раньше здесь сюда можно было 100% прийти, и там внутри какие-то студии, можно было снимать разные видео. Я читал статью об этом офисе. Но сейчас без понятия. Так что, возможно, на коронавирус оно это все закрылось и до сих пор не работает. Сейчас пойдем посмотрим. Все, белый светофор, значит, можно идти. Да, в общем, вот задний двор этого здания. Тут парни сидят, какой-то свет настраивают, что-то делают. То есть, тут прям проводили какое-то обучение по YouTube, рассказывали что-то. Тут люди собирались, садились. А здесь с ним проектировали что-то. Ну, сейчас, походу, это не работает. Вообще непонятно. Да, тут даже закрыто. Короче, хотелось бы, конечно, попасть внутрь, пообщаться с кем-то, но там, походу, ремонт какой-то. Какой-то вообще вертолет непонятный тут стоит. Я даже не понимаю, зачем он тут. С чем он связан. Но суть в том, что действительно эти студии закрыты. Раньше они были открыты для всех. А сейчас там какие-то ремонты, не знаю. Обидно. Хотел что-то поснимать интересное, но не получилось. Да, и вот видите, ну, то есть, тротуары есть, дорожки есть, как бы, места есть, но людей нет. И ты идешь, иногда даже думаешь о том же, можно тут ходить, нельзя тут ходить. Типа, знаешь, как-то выглядит все странно, людей нет у них где. Как, не знаю, заброшки какие-то, да, как у нас-то, заброшенные стройки. Так, у них вроде как функционирующие дома и офисы, но людей вообще нет. Да, и у них тут даже стоит гриль, видите, на улице. То есть, прикольно. Можно было выйти, пожарить тоже барбекю, вот тут потом посидеть, покушать. В общем, все для людей, все бесплатно, вообще классно. Да, друзья, я думаю, я уже все поснимал, что мог на этом районе, потому что, в принципе, он очень небольшой. И, думаю, все самое-самое интересное заснял. А здания и всякие перекрестки, они, в принципе, все одинаковые, вы уже их видели. Поэтому я иду обратно к машине уже и буду ехать отсюда. Ну, а всем тем, кто ищет себе хороший, тихий район, где можно жить с семьей, я думаю, вот этот район, это самое идеальное место. И, в принципе, можно не очень дорого заселиться на той стороне Джефферсон бульвар. И, в принципе, здесь очень красиво, спокойно, тихо. И все, ну, не в пешей доступности, конечно, но очень близко. И пляжи близко, и всякие торговые центры. То есть, очень удобный район, на самом деле. Поэтому всем советы. Ну, все, друзья, я буду с вами прощаться. С вами был Макс. Всем пока и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео.